Зал у нас построен в 85-м году. Я сам пришел сюда, в 91-м году тренировался. Деток всегда у нас было очень много. То есть у нас в Костроме не очень много залов вообще. То есть это сейчас потихоньку открываются фитнес-залы. Залы бокса начали открываться. История очень большая, сильная у нас. Сейчас занимается около 300 деток со всей Костромы ездят к нам. Это первые наши ласточки. Это те именно наши девочки, которые выбрали этот суровый вид спорта. Которые своим жизненным примером доказали, что в нем можно добиться больших успехов и стать серебряным призером Олимпийских игр. Это ох какой даже нечеловеческий труд. Нечеловеческий. И своим потом жизненным примером просто пойти показать, что, закончив карьеру, можно также остаться в боксе и тренировать. Это тяжелый хлеб. Очень. Не все до сих пор так же воспринимают и пытаются социализировать или дать возможность женщине-боксеру работать. Поэтому им сложно и они пробивались сами. Благодаря тому, что сейчас Федерация России ведет такую грамотную, правильную деятельность, мы все объединились. И, конечно, в первую очередь наша задача помогать чемпионам нашим. Всем. Ну а девчонкам, конечно, в первую очередь. Будем помогать и строить Костромской бокс. Конечно, это имя Надежды Тарлоповой. Обязательно. Женский бокс у нас, когда вот только вот я была Олимпиада, он как-то вроде пошел, а потом опять пошел на спад. Вот даже я тренирую, девочек мало. Поэтому женщин, которые вот хотят попробовать что-то новое, вот их тренирую. Как-то хотелось бы, чтобы, ну, девчонок было побольше, чтобы вот можно было провести там первенство, можно было чемпионат России провести что-то такое именно с девчонками. А в этом зале, в этом помещении вы планируете в ближайшем будущем сделать ремонт, да, и сделать секцию именно для девочек? Ну, не то, что для малышей, у меня все и мальчики, и девочки. Как бы самые малыши с пяти лет. То есть приучаю их к боксу, показываю этот прекрасный вид спорта. Любят они. Вот у меня был перерыв большой, и знаете, все, кто занимался, практически все вернулись. Потому что ждали тут, сколько у меня, ну, большой перерыв был. Пробовали в другую, туда-сюда, сказали, нет, мы пойдем обратно сюда. Это приятно, как бы, что уже у них прививается любовь. То есть моя функция, да, я привела им вот за то короткое время, с которым мы занимались. То есть они уже поняли, им нравится это. И это тоже большой плюс. Я даже своим воспитанникам, вот в Варсе, где вот я преподаю, да, педагог дополнительного образования, я им всегда говорю, мальчишки, я понимаю, что не каждый из вас станет чемпионом, чемпионом мира, чемпионом России просто. Но вы должны стать хорошими людьми, вы мужчины. Вы должны научиться стойкости жизни, и Бог с этому дает. Вы не должны выходить на улицу, и там что-то, где-то показывать, я боксер, нет. Но защищать слабых, защищать девчонок, и не давать себя в обиду, вы это должны. То есть у меня вот это идет как бы, ну, как меня воспитывали, так и я пытаюсь привить, чтобы они росли хорошими, просто хорошими людьми, даже если они не будут чемпионами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok